Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. 72 тысячи самарцев остались без холодной воды. Коммунальную аварию устраняют на Московском шоссе. Народные инициативы приветствуются. Масштабное благоустройство Самары под контролем общественности. Урок мужества в преддверии 23 февраля. Бойцы СОБРа показали свое мастерство кадетам. На Московском шоссе продолжают устранять коммунальную аварию. Напомним, вечером 16 февраля из-за повреждения водопровода на 19-м километре дороги без холодной воды оказались жители мехзавода и крутых ключей. Это более 72 тысяч человек. Место прорыва трубы найдено. Сейчас там работает аварийная бригада СКС, силы МЧС, сотрудники городской администрации и областного министерства энергетики и ЖКХ. В общей сложности аварию ликвидируют более сотни человек и 55 единиц техники. В главном управлении МЧС развернут оперативный штаб. Там за ситуацией на месте аварии следят онлайн с помощью веб-камер. Жители, попавшие в зону отключения воды, могут обращаться с вопросами на телефоны горячей линии. Номера вы видите на экране. Городские власти контролируют ситуацию. В зоне отключения находятся 6 котельных, которые обеспечиваются водой путем подвоза бойлерами технической воды. Тепло в микрорайонах не отключено и с этой точки зрения неудобств жители испытывать не будут. Работают 16 бойлеров, организованные точки раздачи питьевой воды. Окончание восстановительных работ, аварийно-восстановительных работ сегодня в 15 часов. Мы планируем, что у нас работы будут завершены, если не произойдет никаких штатных ситуаций. Все силы на благоустройство. В Самаре на финишную прямую выходит подготовка к чемпионату мира по футболу. В течение 2017 года предстоит привести в порядок все улицы, дома и парки. На эти работы выделяются большие деньги, но успех зависит и от того, насколько активны будут горожане. Стратегическая роль отводится общественным советам микрорайонов. Эти задачи были обозначены на форуме по благоустройству. Олег Зверев подробнее. Миллиард рублей выделяется дополнительно из федерального бюджета на благоустройство Самары. Еще миллиард 300 миллионов добавляет областная казна. Даже если эти деньги арифметически разделить на количество домов в городе, получаются огромные суммы. И сегодня важно, чтобы эти средства были потрачены наиболее эффективно, на преображение города. Любая народная инициатива приветствуется. «Чистого дворе, порядок в стране» под таким слоганом прошел форум по вопросам благоустройства с участием активистов шести районов Самары. Ранее подобная встреча прошла на рабочей безымянке. Самые близкие к народу уровень власти общественные советы должны профессионально решать все вопросы. И общественность вся будет представлена максимально, предприятия будут представлены и власть будет представлена. И может сформироваться на том уровне, как раз та точка, куда человек может с большинством, может быть даже с абсолютным большинством проблем, связанных с местом жительства, обращаться и решать эти проблемы. Как раз мы во многом сможем реализовать задачу, поставленную президентом, люди должны местную власть доставать рукой. Во многих микрорайонах это уже удалось. Там, где есть народный контроль и проблемы решаются своевременно. И управляющие компании подотчетны. Пример такого дома в Самаре – улица Артиллерийская, 25. Не все вопросы мы можем решить в рамках МКД, Совета МКД. Поэтому очень хорошая и плотная работа у нас идет с общественными советами. Очень было бы неплохо, если бы в общественные советы входили руководители предприятий, организаций, которые осуществляют деятельность в нашем микрорайоне. К началу 2018 года Самара уже должна быть готовой на достойном уровне провести мероприятие мирового масштаба. В городе уже есть примеры, когда удалось достичь успехов в короткие сроки. В частности, это касается строительства жилья. Еще не так давно в регионе строили меньше всех, причем стоимость квадратного метра была самой высокой в России. И вот ситуация изменилась с точностью до наоборот. Сегодня в губернии строится самый большой в России метраж доступного и качественного жилья. Очень много людей, которые покупают жилье по 35, может быть, 37 тысяч квадратный метр. Примерно 60% жилья продается у нас по такой цене. И экономия людей, жителей на этом только Самарской области почти 20 миллиардов рублей. И мы еще больше будем строить жилья доступного. А теперь еще и появилась реальная возможность всего за год сделать Самару одним из самых благоустроенных городов в России. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Подержать в руках боевое оружие, увидеть, как работает СОБР. В преддверии 23 февраля самарские кадеты побывали на экскурсии в одном из спецподразделений Росгвардии. Урок мужества провели ветераны и действующие военные. Репортаж Алины Чемерес. Пока еще мальчишки, но в будущем танкисты, морпехи, бойцы ОМОНа. Эти парни уже выбрали профессию. Ветераны собраны уроки мужества, делятся с кадетами личным опытом. Дети к нам тянутся, они не просто тянутся, они радуются. Мы показываем им учебное оружие, рассказываем, для чего оно. Не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать свою родину. Бойцы СОБРа обеспечивают внутреннюю безопасность. Главная задача подразделения – задержание особо опасных преступников. И потому очень важны физподготовка и профессиональное владение навыками рукопашного боя. Все бойцы в масках, их лица не должны попасть в объектив камеры. Самый интересный для экскурсантов – боевой тир и показательное выступление. Так СОБР работает во время спецопераций. Здесь же выставка оружия, с которым бойцы ходят на задания. Уникальная возможность разобрать и посмотреть, как устроены винтовки и автоматы. Подержать их в руках и сфотографироваться. Кадетам рассказывают, чтобы попасть в СОБР, нужно отслужить в армии, иметь высшее образование и отличную физическую форму. Отбор очень строгий. Сюда принимают не всех. Некоторые, если первый раз не сдали, приходят второй раз, третий. Если у него есть стремление, он не остановится на достигнутом. Он будет идти, идти, идти. Потому что он без этого жить не может. Мне довелось, посчастливилось сдать с первого раза. Тяжело было, но, конечно, хромал две недели. Но вступил. Возможность пострелять есть и у кадетов. Правда, по виртуальной мишени. Такие мероприятия, они как раз подготавливают людей к чему-то. Например, к боевым действиям. Вот нападут, что ты будешь делать. Ага, самооборона, знаешь, молодец. Все, смог кого-то защитить и сам защитился. Военные говорят, было бы неплохо, если бы после такого урока мужества кто-то из нынешних кадетов в будущем пополнил ряды СОБРа. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Школа Самары готовится к 23 февраля. В учебных заведениях начался первый этап военно-спортивной игры «Зарница». Между собой соревнуются ученики одной школы. В 149-й поборются 25 команд. У каждой свое название и девиз. Какие задания предстоит выполнить детям и насколько школьники подготовились к испытаниям, расскажет Лариса Шалафаст. Моряки, танкисты и патриоты. Больше двух десятков команд принимают участие в зимнем этапе военно-спортивной игры «Зарница». Каждая команда получает маршрутный лист, где прописано несколько основных станций. Дети соревнуются в ловкости, смекалке и знании правил безопасности. В 149-й школе патриотическому воспитанию уделяют особое внимание. Название обязывает. Учебное заведение носит имя героя России Александра Баранова. Многие ученики знают его лично. Александр Иванович регулярно проводит встречи с молодежью. Вот и в этот раз пришел пожелать ребятам удачи в соревнованиях. Я встречаюсь с молодежью, я горжусь, что у нас такая молодежь. И та работа, которая проводится, она, я уверен, принесет хорошую определенную пользу. И Самара была, есть и будет центром военно-патриотического воспитания Российской Федерации. Кроме спортивных соревнований, для школьников пройдет практикум по военной подготовке и уроки патриотического воспитания. Сам факт того, что и рядом с нами находится герой России, и вообще Российский народный фронт эту идею продвигает на территории Самарской области, это, конечно, приведет к тому, что у нас больше год от года будет становиться школа, в которой будут носить звонкие имена наших героев, наших генералов, тех людей, которые заслуженно являются золотыми людьми нашего региона. Лучшая команда по итогам соревнований примет участие в районном этапе Зорницы. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Пора бы спать, но нас манит прекрасный звездопад. И у костра всю ночь сидит студенческий отряд. С 2015 года в России началось возрождение студотрядов, и самарским добровольцам есть чем гордиться. На круглом столе в правительстве Самарской области обсудили достижения студотрядов и наградили передовиков в движение. Студенческий отряд – это целая веха в жизни многих людей, живших в Советском Союзе. Золотые были времена, вспоминает в прошлом командир областного студотряда Александр Колычев. Мы в 65-м в составе 500, по количеству в составе сводного студенческого кульмарского отряда, в составе количества 500 человек, выехали в Булаевский район. В 66-м туда же, в Булаевский район, я уже был бригадиром, в 67-м году командир линейного отряда, в 68-м командир районного отряда, в 69-м командир зонального отряда, был приглашен в обком комсомола на работу, проработал год и обратно ушел в областной штаб. В России почти 250 тысяч молодых людей состоят в студенческих отрядах. В Самарской области их чуть больше тысячи. Их число растет каждый год. Студенты принимают участие в крупнейших проектах федерального масштаба. В Универсиаде, на Олимпийских играх в Сочи, строительстве инфраструктуры космодромов Плесецк и Восточный. Наши ребята востребованы в самых разных регионах. И сказать, что они работают плохо, нельзя. Космодром Плесецк, студенческий строительный отряд в Волжане, дважды завоевывал первое место по производственным показателям. В позапрошлом году отряд Политеха заработал рекордную сумму на космодроме Восточный. В современной истории День студенческих отрядов установлен в 15-м году указом президента и отмечается 17 февраля. А в далеком 1959-м добровольцы отправились на освоение целины в Казахстане. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Время изменилось, но и теперь студенческие отряды можно встретить там, где нужна помощь. Марьяна Мирная, Станислав Левин, События. Далее коротко о других событиях дня. Нефтеперерабатывающую установку на подпольном заводе уничтожили сотрудники ФСБ. Нелегальное предприятие организовал житель Тольятти Николай Анисимов. Как выяснилось, на заводе находились 4 аппарата по переработке углеводородов, системы очистки и охлаждения, 11 цистерн для хранения готовой продукции. Здесь производили до 40 кубометров мазута, дизельного топлива и бензина в сутки. Затем нефтепродукты поступали на заправки в Жигулевске, Тольятти, Ставропольском районе. Теперь владельцу незаконного предприятия предстоит выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре. Самой проблемной признана безымянка. Вблизи путей расположены дома, и люди часто перебегают рельсы. Получают увечу молодые люди, которые привыкли пользоваться наушниками или кутаться в капюшоны. Также среди пострадавших пожилые люди, у которых есть проблемы со слухом. Сейчас транспортная прокуратура проверяет инфраструктуру станции безымянка. Необходимо, чтобы на месте не было проломов в ограждении, чтобы у людей было меньше соблазнов перебегать пути. На московском шоссе трактор потушил Киа. Во дворе одного из домов неизвестный облил бензином иномарку и поджог. Загоревшееся авто заметил водитель снегоуборочной машины. Он в этот момент чистил дорогу. Мужчина не растерялся, стал тушить автомобиль, набирая снег в ковш и засыпая пожар. Пламя удалось загасить. Спустя 15 минут на место поджога приехали пожарные. Видеозаписи передали в полицию. Самарец выиграл лотерею, миллион рублей и не забрал его. Новоиспеченному миллионеру повезло с первого раза. Он сделал ставку в 60 рублей и комбинация оказалась выигрышной. Правда, пока горожанин не объявился, свой выигрыш не забрал. С начала 2017 года более миллиона рублей в Самарской области в гослотереях выиграли уже 5 человек. Синоптики обещают самарцам оттепель. По предварительным прогнозам, в воскресенье днем температура воздуха может пробить нулевую отметку и выйти к показателю плюс 1 градус. В субботу тоже будет неморозный, минус 4,9. Такая же температура в ночь на выходные. На небе облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой снег. Взрыв. Избирательная кампания 2016 года была признана трудной, но успешной. Члены избирательных комиссий проявили выдержку и профессионализм. Больше суток они принимали голосующих, следили за тем, чтобы выполнялось законодательство и ночью обрабатывали бюллетени. В областном избиркоме подвели итоги единого дня голосования и наградили лучших представителей ТИКов и УИКов. Победители получили памятные подарки и дипломы. Лучшей территориальной избирательной комиссией Самарской области была признана комиссия города Чапаевск. Работа была очень большая, но подготовлено было все на высоком уровне. Мы чувствовали поддержку и областной избирательной комиссии, которая вела нас постоянно, постоянно консультировала по всем вопросам. Поэтому, несмотря на такие сложные и ответственные выборы, нам удалось избежать и жалоб, и каких-то ситуаций, которые требовали вмешательств. Поэтому, мне кажется, что все прошло на достойном уровне. А вот о каких событиях мы расскажем в следующих выпусках. Долой незаконную рекламу! В Самаре продолжается реконструкция улицы Старо-Загора. Первая операция в России по замене позвоночных дисков прошла в Самаре. Врач больницы Пирогова ставит на ноги пациентов, которые считались безнадежными. Космос в лицах выдающихся конструкторов ракету вековечит возле музея Самара Космическая. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова